Скоро должны появиться и приятные новости от МВФ. Глава Нацбанка Яков Смолей позитивно оценил переговоры с представителями фонда, которые продолжаются в Киеве 6 сентября. И заявил, что ожидает решение о новом транше почти сразу после завершения работы миссии МВФ на следующей неделе. Деньги пойдут, а это напомню около 2 миллиардов долларов, на пополнение золотовалютных резервов Украины. Также на следующей неделе Кабмин предоставит Верховной Раде проект госбюджета 2019. Основные положения документа Владимир Гройсман озвучил уже сегодня на внеочередном заседании правительства. Дуже важно, чтобы этот бюджет был не только реалистичным, но и чтобы он поддерживал развитие национальной экономики и в проведении тех необходимых изменений и в украинском войске, и в освете, и в охранной здоровье, и в инфраструктуре, в нашей энергетической независимости. В приоритете уменьшение госдолга и рост ВВП. Планку внутреннего валового продукта закладывают на уровне 5, а то и 7 процентов. Инфляцию меньше 10. Иначе говоря, что наши доходы украинцев будут больше стабильными, а цены будут абсолютно, если и будут взрослать, но не такими темпами, как мы это спостерегали годами раньше. Новый бюджет предусматривает рост главных социальных параметров. Минимальная зарплата 4 175 гривень. К этой цифре обещают приблизить и пенсии, а еще увеличить соцпомощь в виде субсидий. Хочу сказать следующее. Как бы ни изменилась цена газа в Украине, мы все сделаем для того, чтобы всех, кто потребует поддержки, поддерживать. Мы покрым всех, кому это будет необходимо, субсидиями. То есть для вас ничего в вашем жизни, что касается платы, ничего не изменится. Мы про это потребуемся. И в том числе и про призначение и расширение кола осип, которые могут претендовать право на субсидии. Кроме того, обещают больше денег на строительство дорог, образование и медицину. И продолжать политику децентрализации. Но это предварительные цифры, ведь впереди одобрение каждого пункта в парламенте. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.